Так, я иногда проповедую по заказу. Сегодня заказная проповедь. Попросили бы проповедовать о праведности. И сегодня тема моей проповеди. В чем состоит основание моей праведности? В чем состоит основание нашей праведности? Я хочу привести на греческом языке. В Новом Завете словом «праведность» переведено греческое слово «дикаосини». В Новом Завете думата «праведность» приведено от греческата дума «дикаосини», означающая справедливость, законность, правосудие. Слова Иисуса Христа. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в небесное царство. И это думаете на Иисус Христос. Ако говорите, за что то говорите, ако ваша праведность не превосхожда праведността на книжниците и фарисеев, то вы не влезете в царството небесное. Еще одно толкование слова «праведность» понятием – это быть оправданным. То есть кто-то нас оправдал. Не наша праведность. Даже в этом мире, в безбожном мире, есть понятие о правде и справедливости. Но выясняется такая простая истина, что в этом мире у каждого человека своя правда. И хорошая поговорка, она мне нравится. У каждого своя правда. Но есть только одна что? Но есть только истина. Аминь. И эта истина, она у нашего Бога. И эта истина есть Иисус Христос наш Господь. Вы знаете, мне нравится то, что я открыл в Евангелии. Что Иисус Христос пришел на эту землю. Не для того, чтобы нас исправить. Это в принципе невозможно. В принципе невозможно. Сердце человеческое крайне испорчено, так написано в слове Божие. Оно очень сильно окаменело. Стало как растресканая земля. Вы знаете, для чего пришел Иисус Христос? Знаете ли, за какой душой Иисус Христос? Иисус Христос пришел на эту землю. Иисус Христос и пришел на тази земля. Чтобы дать нам абсолютно новую природу. Зато не дадей абсолютно новой природы. Иисус не пришел, чтобы читать нам нравственные проповеди. Он принес на эту землю себя. Для того, чтобы заплатить цену. Для того, чтобы разбить наши каменные сердца. И вложить в нас свое плотяное сердце. И у всех верующих, как написано, было только одно сердце. Можете сказать на это аминь? И вот это сердце, это сердце Иисуса Христа. Я вот сегодня об этом. Итак, Бог не пытается нас исправить. Он не пришел исправить сердце Никодима. Книжника и фарисея. Человек был уже в преклонном возрасте. И пришел ночью к Иисусу Христу. И что им Иисус Христос сказал? Он ему не сказал, тебе надо исправиться. Тебе надо свой характер изменить. Что сказал Иисус Никодима? Должен тебе родиться свыше. И Никодима в недоумении. Как я, будучи стар, могу родиться заново? Как я, будучи стар, могу родиться заново? Мне что, обратно в утробу матери залезете? И опять родиться? Иисус повторяет Ему ту же самую истину. Иисус му повторяя тази истина. Должен тебе родиться свыше. Треба да се родиш свыше. Исторические факты говорят о том, что Никодим чуть позже стал учеником. Один из последователей Иисуса Христа. И историческите факты говорят, че по-късно Никодим става ученик последовател на Иисус Христос. То есть, все-таки Иисус Христос не зря с Ним разговарял така ночью. То есть, все пак Иисус Христос не случайно разговарял през нощта с Него. И този книжник, в который был возрастен, отбросил все свои знания. Отбросил всю свою человеческую праведность. И принял праведность Иисуса Христа по вере. И прием праведность на Иисус Христос по вяре. Это уникальный момент. Поэтому нам надо просто так укорениться вот в этом знании. Затова мы должны быть вкорениваем в это познание. Не пытаться исправлять людей. Не пытаться исправлять людей. Это невозможно. Это невозможно. Очень важно молиться за человека, который тебе стал дорог. Много важно да се молим за человека, который тебе стал скъп. Говорить Ему благую весть. Да Му кажем благата весть. Постараться Его познакомить с Иисусом Христом. Да се постараем да Го запознаем с Иисус Христос. И что Библия говорит? И какво говорит Библията? Вера от чего она? Какво е вярата? Вера она от слышания. Вярата идва от слушания. А слушание от чего? А слушание от какво? Что нужно человеку сказать, чтобы он услышал? Какво трябва да кажем на человека, за да чуе той? Божието Слово. Божието Слово. Слово Божие оно рождает. Оно как семя западает. Словото Божие ражда. То като попада като семя. И человек рождается свыше. И человек се ражда свыше. В нем рождается новое творение. В него се ражда ново творение. Древнее все прошло. Древното премина. Теперь все новое. Сега всичко новое творение в Христе Иисусе. Абсолютно новый человек. Абсолютно другие понятия. Другая совесть. Но вы знаете этот человек, когда он только рождается. Он маленький младенец. Потом маленькое дитя. Которого нужно беречь. Которого нужно питать. Словесным молоком. С словесно мляко. Купать его в словесное баня. Заботиться о нем. Взращивать его. Перевести с молочного питания на твердае питание. Да го приведем от млечна храна на твърда храна. Давать ему какие-то физические упражнения. Да ему даваме физические упражнения. И постепенно наш внутренний человек возрастает. И постепенно наш вътрешний человек израства. И каква е целта? Пока он не возрастет в меру полного возраста Иисуса Христа. Докато той не израсне в полната мерка на разста на Иисус Христос. И я хочу открыть послание к евреям. Искам да отвори посланието к еврей. Десята глава. С первого стиха. Вот первый стих. Сегодня перевод будет, да? На проекторе мы можем смотреть перевод. Я прочитаю на русском языке. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей. Можно не переводить. Перевод я виден. То есть закон, он имеет только тень будущих благ. Сам закон, он был создан для того, чтобы нам что-то в будущем показать. Понимаете? А не самый образ вещей. Одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными, приходящими с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищенными однажды, не имели бы уже никакого познания сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов или козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертву приношений ты не восхотел, но тело уготовал мне. Все сожжения и жертвы за грех неугодны тебе». Тогда я сказал, «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою Божию. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношений, ни всожжений, ни жертвы за грех, который приносится по закону, ты не восхотел и не благоволил». Потом прибавил, «Вот иду исполнить волю Твою Божию». Отменяет первое, чтобы постановить второе. То есть, закон, он чуть-чуть ниже мы прочитаем, он упразднен, чтобы утвердить, установить второе – новый закон, новые заповеди, новые учения. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, и всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая за тем, доколь враги его будут положены в одно жье ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых, о сём свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, «Вот завет, который завещаю им, после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконие их не вспомину боли. И где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Аминь. Я читаю целый пассаж, потому что это очень важно, рассматривать одно место из Писания, в контексте целой главы. И здесь есть один стих, где написано, что 13 стих, «Ожидая за тем, доколь враги его будут положены в подножье ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Да. «Очаквайки по-нататък враговете му да бъдат поставени като подножие на нозете му, только 13». Да. «Понадолго». «Чрез един-единствен жертвен принос той направи завинаги свершени освящаваните». И знаете ли, в последнее время этот стих становится очень популярным. И знаете ли, в последнее время този стих стал все попопулярен. А почему? За что? Потому что здесь написано о том, что Иисус Христос принес жертву и навсегда соделывал совершенными. То есть мы больше не имеем нужды в покаянии. Мы навсегда освящены, навсегда оправданы, навсегда очищены. Это же место, оно часто используется в учении, что потерять спасение невозможно. Но давайте мы подробно сегодня это рассмотрим. Можем ли мы сегодня, ну так вот рассмотреть именно, можем ли мы потерять спасение, можем ли мы потерять праведность? Можем ли да загубим спасението си, праведността си? Давайте на эту тему сегодня поразмышляем. Дайте да размышляваме днес по тази тема. Очень становится популярным учение о гиперблагодати. Много популярно става учението за гиперблагодата. О том, что Бог омыл своей благодатью святой. За това, че Бог и умил со своята свята благодат. Все грехи человечества. Всички човешки грехове. Прошедшие настоящие и будущие. Минали настоящие и бъдещие. И недавно я слушал проповедь. И недавно я слушал проповедь. Где известный проповедник утверждал. На чём основано наше спасение? Он говорит, наше спасение основано на том, что я в руке Господней. Или что рука Господня держит меня. Если спасение основано на мне, то оно очень ненадёжно. Но если спасение основано на Божьей руке, то оно непоколебимо. Забрать и потерять его невозможно. И вы знаете, я бы немножко хотел сегодня возразить. И не согласился с этим учением. Конечно, мы не хотим преуменьшить благодать Бога. Разбира се, ние не искаме да умаловажим благодата на Бога. Тя невероятна. Но Бог со своей стороны уважает суверенитет каждого отдельно взятого человека. От своя страна уважава суверенитета на всеки отделен човек. Если человек скажет, Бог, я больше не хочу верить в Тебя. И ако човекът каже, Боже, аз повече не искам да вярвам в Тебя. Я больше не хочу быть Твоим учеником. Аз не искам повече да бъда Твой ученик. Я больше не хочу следовать Твоим заповедям. Аз не искам повече да следвам Твоите заповеди. Бог не станет насильно бегать за человеком и убеждать его. Бог няма да бяга на сила след човека да го убеждава. Потому что Бог очень уважает суверенитет каждого отдельно взятого человека. Защото Бог много уважава суверенитета на всеки отделен човек. Я прочитаю сегодня определение веры, которую мы все знаем. Аз не прочитай днес определение за веру, което всички не знаем. И чуть-чуть ниже. И малко под долу. Конечно же, это написано в послании к евреям в 11 главе. Разбирайся, Твоя написана в послании к евреям 11 глава. И вот первый стих говорит о том, что вера же есть осуществление ожидаемого. И ето още первый стих говорит, че вера же осуществява мне на очакваното. То есть, что такое вера вообще? То есть, какво вообще е вера? Почему я сегодня говорю о вере? Защо днес говоря за вера? Потому что оно имеет прямое отношение к моей праведности. Защото това има пряко отношение к моята праведност. Потому что Слово Божие говорит что? Защото Божието Слово говори какво? Праведный, веруем, жив будет. Через вера ще живее. Но что есть вера? Но какво е вера? Вера есть осуществление не мои. Вярата е осуществявание не на моите. Осуществление ожидаемого. То есть того, кого я жду. Не на моите очаквания, а на тези, които аз очаквам. И уверенность в невидимом. И уверенность в невидимом. То есть вера это есть такая уверенность в Боге, которого я не вижу. Повеча от която аз не виждам. Но я верю в него. Аз вервам в това. Что Он есть и ищущим Его воздает. Что? Что Бог есть и ищущим Его воздает. то есть вера это есть доверие то есть верата и доверие я сегодня я всю ночь рисовал эту картину потом ее целую ночь рисовать тази картина и утром стерли одно сутринта с истрели я давай опять рисовать суд новости на рису вам то что я успел сделать ну я просто хочу они не не стирай пожалуйста знаете есть так называемый закон соединяющихся сосудов знаете лима такая наречения закон заскочените саду отсюда на плохо видно видно на вот один сосуд большой это иисус христос это имя один голям сад 2 иисус христос один сосуд маленький это кто-нибудь из нас идин малок сад твой некую от нас сосуд иисус христа он постоянно наполняется от бога садат на иисус христос постоянно сипол не от бога он полный той полен закон соединяющийся судов говорит закона заскочените саду виказва если сосуды соединены аку садовите саскачение то что происходит то как вовсе случва автоматически сосуд который присоединен автоматично садат кой то и прикачать прикачен соединен он будет наполняться то ищите си наполни это правильно верно на ли это закон физики и естественно естественно за кучу чески естествен заклад который создан так же богом кой то и създаден също от бога ну кстати я хочу сказать что ученые они только открывают то что уже есть правильно искам да ви кажа че учените откриват само това което съществу мы уважаем ученых не но ученые по большому счету ничего не создали но учените сами по себе си нищо не са создали они просто открывают то что уже сотворено богом творцом те сам откриват това което е сотворено от бога творец сегодня буду объяснять право праведност на клеточном уровне сега что обе сня праведността на клеточном ниво и вот ученые решили проникнуть в саму элементарную клетку амебу с которой якобы началось все человечество и эволюция учените са решили да проникнат в на элементарната клетка амебата от която е сотворено според тях целото человечество и ученые предполагали что амеба это что-то простейшее так называются и учените са предполагали че амебата и на и простата клетка но когда не проникли в амебу но когато проникна ли фамибата и начали исследовать его под сами по современном самым мощным микроскопом и започнали да изледоваться со времените на и мощный микроскопи им открилась такая вселенная при тех си открыла така во вселенная что не сказали что са казали мы знаем что мы Мы ничего не знаем, на самом деле. Не знаем, что ничто не знаем. Какая эволюция вообще? Какая эволюция? Амеба может быть устроена настолько сложно. Амеба-то может быть устроена толково сложно. И механизмы, которые в ней происходят, биохимические, химические процессы, они необъяснимы. И механизмы эти культусы случат во вне, биофизические, с амополно необъяснимы. Настолько сложные. Толково сложные. Что ученые разобраться не могут на сегодняшний день. Примерно так же устроены клетки. Примерно така и устроена клетката. Но знаете ли има клетки в човешкото тело? И има хипоталамус. И вот что стало известно, что гипоталамус, он выделяет гормон счастья. Эндорфин. Когато се отделя эндорфина, мы испытываем чувство радости. Ученые установили, что самый счастливый человек. Че най-счастливее человек. Кто? Это молящийся человек. Молящийся человек. Человек, который молится. Человек, который молится. Он наполняется от Бога. То есть наполва от Бога. Его святое благодать. И вот эндорфин выделился. Вот, например, гипофиз находится здесь. Но как он проникает вот в эту клетку? Нету между ними связи. Но есть связи между другими клетками, правильно? Например, понятно, что эндорфин по кровеносной системе разносится по всему телу. Например, ясно е, известно е, че эндорфинът се разнася чрез кровеносна система по цялото тело. По артериям. По артериолам. Капилярам. По капилярите. Но потом она просто приносит в ткань. В определенную ткань. А след това се распространява към тъканите. Которые плохо кровоснабжаются. Които лошо се кровоснабдяват. Ну, например, на животе у нас кровеносна сеть не так сильно развита. Например, на корема кровеносната мрежа не е толкова силно развита. В основном здесь жир только хорошо откладывается. Шкембе по-болгарски. Тут найвече развито масло ткань. Но сюда тоже надо эндорфин впустить. Но тук все, что трябва допустимо эндорфина. И вот, что я просто хочу через это сказать. И кашпоискам докажет чрез тва. Чтобы донести эндорфин до вот этой клетки. За тва, че за да закарим эндорфин до тази клетка. Нужны другие клетки. Са необходимы другие клетки. Нужны другие связи. Други свръзки. Которые донесут эндорфин до отдаленной клетки. Эндорфина до дадена клетка. Я понятно объясняю? Разбираемо ли объясняемо? Вы знаете, что служит связью между... Знаете ли, какво служит за връзка? Большим сосудом и малым. Между големият и малкият сад. Между Иисусом Христом и нами. Между Иисус Христос и нас. Кто-то сказал молитва, правильно? Молитва. Молитва. Вера. Что еще? Дух святой. Дух. Святый дух. Любовь. Слово Божие, правильно? Божие – это Слово. Что еще? Какво еще? Общение. Общение. Видите, как много? Виждете ли, колко много? Кровь Христа сюда входит? Кровь на Иисус влеза тук? Конечно. Влеза ли тук? Да. То есть, что говорит нам принцип тела? То есть, за какого они говорят тело-то? Принцип тела говорит о том, что мы нужны друг другу. Принципа на устройство на тело-то не говорит, что не есть мы нужны один друг. Как клетки нужны друг другу в теле. Така как, как клетките са нужны една на друга в тело-то. Клетки друг друга греют. Клетките се топлят една друга. Клетки друг друга питают. Те се хранят една друга. Клетки друг друга поддерживают. Клетките се поддържат една друга. То же самое происходит в теле, Господне. Същото се случва и в теле, Господне. Слово Божие говорит, сносите бремена друг друга. Вы сильные сносите немощи несильных, слабых. Иисус Христос говорит, все свои бремена, заботы принесите ко Мне. Правильно? Открывайте друг перед другом в проступках ваших. Откривайте си един друг ему в вашите поступки. Това за какво говори? Это говорит о том, что если в одном сосуде накопились токсины, Това говорит за то, что если в един сад са се натрупали токсины, Через открытость свою, Через своя открытость, Он через другие клетки токсины выводит уже наружу. Може да изхвырли навън токсините через другие клетки. То есть так происходит детоксикация организма. То есть така се случва детоксикацията в организме. И если что-то хорошее происходит в большом сосуде, И ако нечто хубаво се случва в големия съд, Она распределяется по всему телу автоматически. То се распределя автоматично по целото тело. Тело человека уникально на самом деле. Човешкото тело е уникално само по себе си. Вот я вот так совсем недавно размышлял. А совсем неудавно размышлял. Вот как мы создаем человеки, Люди, механизмы какие-то самые совершенные. Машину создаем, компьютеры создаем. Ние хората създаваме някакви машини, механизми. Какие-то программы, компьютерные программы. Някакви компьютерни программи. Человечество уже существует, ну так, по утверждение, Что-то около 6 тысяч лет. Библейская такая хронология. Според библейските толкования, хронологии, Человечеството существует от около 6 тысяч години. И за эти 6 тысяч лет, что мы создали как люди? И за тези 6 тысяч години, какво сме создали като хора? И если взять самые современные технологии, Ако вземем най-современните технологии, Они не входят ни в какое сравнение с тем, что мы имеем. Например, современная оптика. Те не влизат никакво... Не могут да се сравнят с нищо, което имаме. Например, оптиката. До сих пор не може сравниться с человеческим глазом. До сих пор. Оптиката, например, по никакав начин не може да се сравни С човешкото око. Можете ли сказать на это амин? Можете ли мне кажете амин? Самая современная компьютерная программа Дори най-современната компьютерна программа Не може да се сравниться с тем, что происходит В человеческом головном мозге. Човешкия мозък. То есть мы не можем превзойти Творца. То есть мы не можем да надскочим, да надменим Твореца. Вся вот эта система, она направлена на самоочищение. Целая та система направлена, изградена на то, чтобы самопочистить. Она себя питает, наполняет. Тя сама себя хранит, наполняет. Какие-то процессы регенерации, обновления происходят. Случаются процессы на регенерации, обновления. Каждые 40 дней. На всякие 40 дней. Человеческое тело полностью обновляется на всех уровнях. Человечкото тело се обновява наполно, на всички нива. Кажда клетка нашего организма обновляется ровно за 40 дней. Всяка клетка на нашия организм се обновява точно за 40 дни. Поэтому я думаю, что и святые постели, именно вот 40-дневный такой пост, он сам считается мощный. Затова и аз мисля, че този свят 40-дневен пост се счита за най-мощен. Я прочитаю дальше. Я же тебе прочитаю полнотаток. Вера же есть осуществление ожидаемого уверенности с невидимым. В ней свидетельствами древние. Веру и познаем, что веки устроены Словом Божиим. Так что из невидимого произошло видимое. Веру Авель принес Богу жертву лучше, чем Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетелил Бог, а дарак его. Ею он и по смерти говорит еще. Веру и Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стал его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде всего переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим его воздает. Веру и Ной, получив откровение о том, что еще не было, видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ну, начну от Авраама. Веру Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, пошел, не зная, куда идет. Веру обитал на земле обитованных, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, с наследниками того же обитования. Ибо он ожидал города, имеющего основания. Веру и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени. И не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Аминь. И знаете, вот Бог иногда делает такие невероятные чудеса. И знаете ли, Бог по некому правил такие невероятные чудеса. Бог дает Аврааму, что от него будет детей, как звезд на небе. Бог обещава на Авраам, че ще има деца, колкото звездите на небето. И когда очередной раз Бог говорит от Аврааму. И когда за пореден път Бог казва това на Авраам. А Аврааму уже за 80 лет. Авраам вече е над 80 годишен. И он так улыбается. И той се усмихва. Ну, от меня ли омертвелого родица такое потомство? От мен вече замертвял ли, ще се роди таково потомство? Я думаю, что и у Авраама были какие-то обленные сомнения, колебания. Аз и мисля, че и в Аврааме имало определение сомнения, колебания. Когда ангелы Господни пришли, очередной раз проговорили Аврааму. Когато ангелите Господни са дошли за пореден път да говорят, да утвърдят Авраам. И посмотрите, это не было часто. И вижте, това не е било често. Авраам не кипел какими-то такими, не призабило какими-то каждодневними откровениями. Авраам не е бил пълен, не е кипял от ежедневни откровения. Следующий раз Бог не обрешил в 99 лет. Следващия път, когато Бог го посещава, когато той е на 99 години. И Бог говорит ему, Через год я приду к тебе, и у тебя будет сын. И Бог указва, след една година ще дойда, и ти ще имаш сын. А Сара в шатре услышала. А Сара чува това в шатрата си. Что она сделала? И како она правила тя? А Саре было уже 89 лет. А Сара е била вече на 89 години. И Сара она самой в себе размеялась. И Сара се засмеяла, самичка. Бог, конечно же, это все услышал. Бог, разбира се, чул всичко това. Говорит, почему Сара размеялась? И казва, защо се засмеяла Сара? Сара не призналась. Говорит, нет, 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 я не смеялась. Сара не се признала. Не, не, не верно. И что Бога? Нет, ты размеялась. И Бог какво ей казва? Нет, ти се засмеялась. И у Сары были, конечно же, какие-то сомнения и колебания. И разбира се, Саря също имала своите сомнения и колебания. Потому что все женское у нее уже давно прекратилось. Защото всичко женское в нее отдавно е прекъснало. 89 лет. А че мы вообще речем? 89 години. За какво въобще говорим? И она так подумала. Ну, может быть, я... И така си помислила. Может быть, аз... Служанка наша родит. Что родят через слугиня-то си, Агарь. Я буду иметь сына от нее. Я ж имам сын от нее. Ну, то есть, суррогатная мама, да? Мы знаем уже. То есть, суррогатная майка. И решили так сделать. И решили да направят така. Так появился кто на свете? И така си появил кой на свете? Измаил. Измаил. И сегодня мы по сей день видим наследие Измаила, да, которое проявляется в исламе. И туда нещим виждами наследниците на Исмаил. И пророчество исполняется, что Он будет против всех, и все будут против Него. И се исполняват пророчество-то, что ищете буди против всички, и всички против Него. Ну, наконец, все-таки поверили. Поверили и Авраам, и Сара, что будут от них именно дети. Но в крайна сметка саповярвали Авраам и Сара, че те, что имат деца. Дальше что написано? Какое написано по нататок? 17 стиха, 11 глава. 17 стиха, 11 глава. «Веру Авраам, будучи искушаемым, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, «В Исааке наречется тебе семя, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Смотрите, уникальный стих 19-х. Он говорит о том, что, ибо он думал, Авраам думал, что Бог силен и из мертвых даже воскресить Исаака, если даже он его принесет в жертву и заколит его, как Агенса. То есть Авраам помыслил, что Бог может да воскреси и от мертвите. Дори да принесе сына Си Исаак в жертву, то Той может да го воскреси. Почему? И получил его в предзнаменование. Предзнаменование чего? За твое и получил знамение. Знамение за какво? Ответьте мне сегодня. Отговорите мне днес. Что произошло тогда с Авраамом? Какво сей случило тогава с Авраамом? Предзнаменование чего? Предобразно какво? Отец приносит сына в жертву. Отец приносит сына в жертву. Единородного сына. Единородный сын. Что? Просто было Овен. Да, ну понятно, что там была заместительная жертва Овен, ждал, да, и потом. Но это было в самый последний момент. А так просто Авраам уже занес нож. Да, в по-къснен момент вече имало Овен. Но така Авраам вече вдигнал ножи. Прообразом чего является заклание Исаака? Приобразно какво сей вява заколението на Исаак. Конечно же Иисуса Христа. Разбираться на Иисус Христос. Вот Авраам так верил. Авраам вервал так. Вот кто из нас мог бы своего сына принести в жертву вот сегодня? Кой от нас бы могло да принесе в жертву своя сына? И притом самым жестоким образом. Притва по таков най-жесток начин. Отец должен был лично его зарезать, как барана. Ну, я бы на такое не пошел бы никогда. Аз не бих си решил на такое. Я думал, что никто из нас бы на такое не пошел. Аз мысля, че никого от нас не би си решил. А Авраам пошел. Ну, Авраам си реши. И он готов был это сделать. И той беше готов да го направи. А ему было уже глубоко за сто. А той беше много над сто. И он имел только одного обещанного сына. И вот его одного, ему надо было заколоть. Бог оценил вот эту веру, правда? Бог оценил тази вера. Эта вера вменилась ему в праведность. И тази вера мусе вмени за праведность. И он стал нашим отцом по вере. Мы сегодня являемся наследниками Авраама по вере. Мы сегодня дети Авраама. Скажи, я сын Авраама. Скажи, я дочь Авраама. Дай мне такую же веру, как у Авраама. Дай мне такова вера, как у Авраама. Я хотел бы сегодня также открыть... Аз бих искал днес същ така до утвори. Я уже потихонечку иду к концу. Аз полекалека отъем к краю. Опять мы вернемся к евреям 10 глава. Отнову с еврештами в еврей 10 глава. О, нет, извиняюсь. Послание к Ефесянам. Извинявайте, послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам. Вторая глава. Вторая глава. С первого стиха. От первого стиха. И смотрите, как интересно апостол Павел пишет. И вижте, колко интересно пише апостол Павел. С первого стиха. И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего и по воле князя Господа Сочи в воздухе, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плоским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вас посвяны, и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вас спасены через веру, сияние от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Аминь. И вот здесь написано о том, что мы спасены через веру. Сияние от нас – это Божий подарок. «Не от наших дел, чтобы никто не хвалился. И смотрите, и тут же в 10-м стихе написано. Ибо мы его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела. За что-то не неговото творение сме создание, создадене в Иисус Христос за добри дела». То есть еще раз, в 9-м стихе. То есть още в наш 9-м стихе. «Не от дел, чтобы никто не хвалился». «Не от дела, за да не се хвали никой». «Спасение не от дел наших». «Спасение то не от нашите дела». А 10-й стих уже говорит. А 10-й стих вече казва. «Мы его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела». «Неговото творение, создадене в Иисус Христос за добри дела». Которые Бог предназначил нам исполнять. Което Бог и предназначил за нас да вършим. Смотрите, здесь немножко о делах. «Вижте, нека да поговорим малко за делах». «Мы уже все прекрасно знаем, что делами пред Богом не оправдается никакая плоть». «Ни прекрасно знаем, че пред Богом не тойна плод, няма да се оправдает через дела». Этот мир оправдывается делами. Този свят се управдава с делами. То есть безбожный мир, что говорит? Безбожные свят как во говори. «Мы ничего плохого не делаем». «Не ничто лошо не отправим». «Мы никого не убили». «Ни никого не обворовали». «Никого не смея украли». «Мы стараемся делать хорошие дела». «Не се стараем, да вврашим добрые дела». И чем больше мир делает добрых дел, тем больше он хвалится собой, что он делает добрые дела. Правильно ли я говорю? Что во Христе Иисусе? Знаете ли, в послании Якова во второй главе, Много добре и подробно описывает апостол Яков. Цялата сущность на тази глава говорит за то, что вера без дела мертва. То есть дела все-таки нужны. Но какие дела? Дела, не вытекающие из моей человеческой сущности. Не дела, произлизащие и стичащие от моего человеческого сущности. А дела, которые вытекают из Иисуса Христа. А дела, които излизат и протичат от Иисуса Христос. Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Не сме создадени в Иисус Христос за добрые дела. Которые Бог предназначил нам исполнять. Които Бог и предназначил за нас да исполняваме. И нам очень важно отличать. И за нас е много важно да различаваме. Что есть дела веры. Че има дела на верата. А есть обычные человеческие дела. И има обикновенние человеческие дела. Которые в принципе можно назвать суета. Които по принцип можем да наречим суета. Суета на суетите. Да, о чем писал Соломон. Това за което и писал Соломон. И вы знаете, я вот здесь зеленым цветом рисовал. И знаете ли я со зеленым цветом нарисовываю? Да, что здесь. Ну это человек, который еще не верит в Бога. Это тукья человек, который все още не верит в Бога. Он наполнен всякими токсинами. То есть пылен со всякими токсинами. И вот мы как церковь, как верующий человек, я взаимодействую с миром. И это аз, не в церкви, а аз, като верующий человек, взаимодействую с света. Я действую на мир. Аз действую на света. Мир влияет на меня. Света ми влияет на мен. Но что Слово Божие говорит? Но какво казва Божието Слово? Тот, кто во мне. Че този, който е в мен. Больше того, кто в этом мире. Ей повече от този, който е в този свят. Но все-таки худые сообщества развращают добрые нравы. Но все пак, лошото общество развращают добрые нравы. Если я прибываю в мире и не говорю об Иисус Христе, Ако аз в света не говоря за Иисус Христос, То происходит такая автоматическая пропитка. То се случва автоматично такова попивание. То есть, если я не влияю на мир, То есть, ако аз не влияю на света, То мир влияет на меня. То света ми влияе на мен. И я начинаю потихонечку наполняться токсинами тоже. Я започвам лека по лека да се полня с токсинами. И вот моя задача. И это моята задача. Если токсины проникли. Ако проникнут токсинами. Это открыть моему брату и сестре. Да открия това на моите братья и сестре. О своих каких-то искушениях. Своите искушения. Соблазнах. Соблазни. Чтобы они молили за меня. Така, че те да се молят за мен. И когда они молятся на меня. И когда те се молят за мен. Поддержат меня. Поддержат меня. То токсины потихонечку вводятся. То токсините постепенно излизат от мен. А если я вне общения. Но аз, но ако аз съм извън общения. Библию не читаю. Не читаю Библия. Общения нет. Нямам общения. Нет молитвы. Няма молитва. Вера ослабла. Вярата отслабла. Не верю уже в действие крови Христовой. Не верю вече в действието на Христовата кровь. Что со мной происходит? Какво се случва с мен? Клетка автоматически становится мертвой. Клетките автоматично стават мертви. Я хочу открыть место из Писания. Искам до утворя одно место в Писании. Которое написано во втором послании Тимофея. Което написано в втором послании к Тимотею. Вторая глава. Вторая глава. С 15 стиха. Вот 15 стих. Апостол Павел пишет Тимофею. Апостол Павел пишет на Тимотею. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Делателем. Не просто лежателем, да? А делателем неукоризненным. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать нечести. Что значит пустословие? Пустословие – это пустые слова. Какое значение пустословие, празднословие? Твоя праздник думает. Мы просто говорим, говорим. Не просто говорим, говорим. И это может иногда происходить годами. И така может да се продолжава години. И ничто не делаем для Бога. И ничто не правим за Бога. И смотрите, к чему это приводит. И вижте към какво води това. Ибо они еще более будут преуспевать в нечестие. Защото те още повече ще преуспеват в нечестието. И слово их как рак. И тяхното слово ще бъде като рак. Будет распространяться. Което се распространява. Таковы имени и Филип. Таков е и... Именей и Филип. Именей и Филип. Которые отступили от истины. Които отступиха от истината. Говоря, что воскресение уже было и разрушают некоторых веров. Говоря, че воскресението вече е станало. И разрушавайки верата в някой. Смотрите. Пустословието. Пустословието. Празнословие. Когато просто говорим и ничего не делаем. Когато просто говорим и нищо не правим. Оно приводит верующего человека в состояние нечестие. То довежда вярващия човек до состояния на нечестие. Тоест праведността на Исус Христос се тръгва от него. И човек становится нечестивым. И становится как раковая клетка. Какво е раковата клетка? Раковата клетка е клетка, която работи само за себе си. Тя вече нищо не дава. Не дава нищо хубаво. Тя само из муква. От близките, около ней клетки. Начинает высушивать тело. Започва да изсушава тело. И если не применять каких-то экстренных мер. И ако не се вземат някакви спешные экстренные мерки. То все тело может погибнуть. То целое тело, целое тело может да загине. И поэтому, что по Библии нам рекомендуют? И затова, какво не препоръчва Библията? И вы знаете, вот, ну как вот. Простая заповедь. Простичка заповедь. Если, знаете, мы не призваны даже бояться этого мира. Знаете ли, не сме призвани, дори да се страхуваме от този свят. Апостол Павел пишет, иначе нам надлежало бы выйти из этого мира. Апостол Павел пишет, иначе на нас бе не се наложило да излезем от този свят. Но если брат, являясь братом, остается пьяницей, или блудником, или лихаимцем, или и так далее, и так далее, и так далее. Но ку-някой брат стане блудник, пьяница, или и так далее. То с таковыми даже не есть вместе. То с такими даже да не сохраним заодно. То есть происходит прекращение общения, обрезания, можно так сказать. В крайнем случае Иисус Христос может вычленить эту клетку. В крайнем случае Иисус Христос может да отдели тази клетка. Иногда эта клетка может быть просто омертвение. Понякога тази клетка просто может да замертвеет. Например, в первом послании к Коринфинам апостол Павел пишет. Например, в первом послании к Коринфинам апостол Павел пишет. Когда в этой церкви скрылся такой страшный грех. Когато в тази церкви Коринфинската се е разкрил страшен грех. И он повелевает церкви, предати това брата в руку Господню. И той повелява, заповядва на церквата, да предадат този брат в Божиите ръце. А, даже в руки дьявола възмождение плоти. Не, всъщност във ръцете на дьявола. Чтобы дух его был спасен в день Господа. Да бъде омертвена плотта му, така че негове дух да бъде възкресен от Господня. То есть брата просто обрезали от общения. То есть братята просто са отрязали това общение. Но вы знаете, воистина Бог многомилостлив, правда? Но знаете ли, всъщност Бог е много милостив. Вот само вот это отлучение, самото това отлучване, в Коринфската церкви, в Коринфската церкви, послужило глубокому покаянию това человека. Е послужило за дълбоко покаяние на този човек. Потому что уже во втором послании к Коринфинам, защото вече во второ послание к Коринфинам, апостол Павел повелевает обратно принятие. Апостол Павел заповядва да го приемат обратно. Вы уже примите его, чтобы он был не слишком отягощен. Вече го приемете, за да не бъде твърде отяготен. То есть церковь за него молится. То есть церквата се молит за него. Налаживает сообщения. Урежда взаимоотношения си. И самое главное, что этот человек, он печаль по Богу производит неизменное покаяние ко спасению. Он обретает связь лично, а связь с Иисусом Христом. И най-важното, чрез общение с Иисус Христос, този човек придобива лична връзка с Иисус Христос. Вы знаете, вот в этих связях, знаете ли, тези връзки, очень важно, чтобы не только между сосудами были бы такими связями. Много важно, не само между съдовите, да има такива връзки. Например, вот это пастор. Например, това е пастора. Пастор имеет изобилие откровение. Пастора, например, има изобилни откровения. А вся церковь получает откровение через пастора. И цялата церковь получает откровение через пастора. Вы знаете, это очень чреватая схема. Опасная схема. Знаете ли, това и много опасна схема, которая рано или поздно приведет к проклятию. Потому что написано так. Защото написано так. Проклят всякий человек, уповавший на другого человека. И плотство делающий свои опоры. А блажен кто? Блажен человек, уповавший на Господа. Очень сильная церковь, где каждый член имеет личное общение. Най-силната церковь и тази, в която всякий член има общение. Общение с Иисусом Христом. С Иисус Христос. Можете ли да кажете на това Амин? Получайте откровение не через человека. Да не получавме откровение чрез человек. А лично через Иисус Христа. Таким человеком был апостол Павел. Такъв человек и был апостол Павел. Который лично и знал Иисус Христа. А стал получать откровение, когда Иисус Христос уже был вознесен. И так Бог дает надежду даже к отпадшим. Если отпадший человек покается. И вот здесь я прочитаю дальше. Во 2-й послании Тимофея 2-я глава. И это я прочитаю по нотатам во 2-й Тимофея 2-я глава. 2-я глава, да, 17-го стиха. Кому нужно, смотрите на проекторе. От 17-й стих нотатам, кто-то желает доглядывать в проекторе. И слово их как рак будет распространяться. Таковы имени и Филипп, которые отступили от истины, говорят, что воскресенье уже было и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих. И да, отступят от неправды всякие, исповедующие имя Господа. О большом доме есть сосуды не только золотые, зеребряные, но и деревянные, глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. И так, кто будет чисто сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похоти убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Аминь. Вы знаете, вот здесь очень четко и ясно апостол Павел пишет. О том, что он призывает Тимофея убегать от юношеских похоти. Тимофей был уже в то время, он уже был епископом. Исторические факты говорят, что ему было где-то 16-17 лет. Ну, совсем юноша. И он на себе нес такую огромную ответственность. И апостол Павел призывает его к делам. Да бъде освященным. Вы знаете, кто такие освященные? Знаете ли, кои са освященники? Да, это те, которые отделили себя. Тези, които са се отделили. Или это те, которые позволяют себя освящать. Или тези, които позволяют сами на себе си да се освящат. позволяют себя очищать. Потому что на самом деле не все позволяют. Вы знаете, что Библия говорит, что Духа Святого можно оскорбить. Духа Святого можно угасить. Можно не давать развиваться своему внутреннему духовному человеку. Не кормить его, не питать, не заботиться. Като не Го храним, поим, то есть не се грижим за Него. И още повече не даваме на вътрешния человек да се осветяват чрез Святия Дух. Да не будет такого с нами. Знаете ли, Иисус Христос говорит еще проще. Он приводит пример о виноградной лазе. Кто така виноградная лаза? Какво е винената луза? Это преобраз церкви, правда? Това е преобраз на церквата. Виноградная лаза... Говорят, вы на виноградной лазе, а та ветвь, которая приносит плод... В лузата, тази пречка, която приносит плод... Я буду ее очищать. Виноградарь будет очищать ее. А ще лузарят ее очиство. Чтобы она приносила еще больше плода. Така, че тя да донесе още повече плод. А ветвь, которая не приносит плода... А пречката, която не приносит плод... Что с ней делают? Какво правят с ней? Ее срубают и бросают в огонь. И бросают в огонь. Хвырлят ее в огонь. Слова Иисус Христа. Това садумите на Иисус Христос. Ветви говорят о том, что эти ветви были на лозе. И пречките говорят за това, че тези пречки трябва да са на лозата. Но не впускали в себя живительного сока. И те са на лозата, но не са пропускали в себе си този живителен сок. Не считали Божието Слово. Не са чели Божието Слово. Не наполняли Святым Духом. Не са се наполвали с Святия Дух. Молитвите са станали религиозни. Обесценила се кровь Иисус Христа. Избегают общения с святими. Такая ветвь автоматически высыхает. Вы знаете, сегодня очень много мест прочитал из Писания. Я сделаю это специально сегодня. И аз направих специално твой. Может, для кого-то это сегодня издевательство, да? Может, за някого това издевательство. Но я бы хотел, чтобы для нашей церкви это стало блаженство. Но аз бих искал за нашата церковь това да стане блаженство. Об одной церкви было написано, что они прилежно изучали Писание. Защото за една церковь беше написано, че те прилежно изучаваха Писание. И они были какими? И те бяха какви? Благомысленными. Вот это слово, оно уникально на самом деле. Благомислещи. Това, тази дума, уникална. У них мысли были блаженными. Техните мысли са били блаженни. Почему? За что? Потому что они прилежно... За что-то те прилежно... Внедрялись в Писание Священное. Са се внедрявали в Священное Писание. Копали, копали, копали. Копали са. Пока каждый из членов церкви не докопался до скалы. Докато всеки един член от церквата не стигнал до скалата. Будем читать Писание. Читаем ли Писанието? Просто, вы знаете, я периодически вспоминаю это. Какими мы были, когда мы были еще 30 лет тому назад. Знаете ли, аз вспомнил, какими бяхме преди 30 години, когато повервали? Я вспомнил свою первую Библию. Аз вспомнял своята первая Библия. Она была вся истрепана. Тя беше цялата истыркана. Она была вся подчеркнута светлыми карандашами. Цялата беше подчертана с цветни моливи. Вот каждая строчка буквально. Буквально всяка сричка. Синим, красным, желтым, коричневым. Синьо, червено, кафяво. Листия были истрепаны. Листия бяха захабены. Когда проповедник называл какое-то место из Писания. Когато проповедник отказываше некое место от Писания. Вот церковь открывала Библию буквально, ну, максимум в два приема. Это вот так. Раз, два. Церковь утваривала Библия точно на максимум два пяти. То есть, насколько люди были натренированы в Божьем Слове. То есть, толкова бяха натренирани хората с Божьим Словом. А иногда просто вот так. Раз и открыл. Иногда это было просто сверхъестественное какое-то явление. Тогава това беше сверхъестественное явление. Вот как мы любили Слово Божье тогда. Толкова обичах ми Божье Слово тогава. И как я хочу, лично я хочу вернуться вот в это состояние. И лично аз искам да се върна в това состояние. Когда вот так вот желание не просто тебя заставляет. Не просто потому, что надо. Потому, что ты понимаешь, насколько это важно вообще для... Когато не го правишь по принуде и за что то трябва, а за что то разбираш, колко е важно. Для твоего личного питания. За твоето лично хранение. Потому, что чем больше вот эта связь... За что то, колко то посилна е тази връзка. С Иисусом Христом. С Иисус Христос. Я хотел задать вам сегодня вопрос такой. В последние времена Иисус Христос скажет. Отойдите от меня делающие беззаконие. И кто-то возмутится. И скажет. Господи, мы именем Твоим бесов изгоняли. Мы именем Твоим больных исцеляли. Иисус Христос повторит. Отойдите от меня делающие беззаконие. Иисус Христос ще Му повторит. Махнетеся от мен, Вие вършище зло. В другом месте Иисус Христос говорит. На другое место Иисус Христос скажет. Если коротко так. Что Вы не посетили меня. На кратичку. Вие не ме посетите. В больнице. В тюрьме. В затворе. И люди спросят. Когда мы Тебя не посещали? И люди и хората ще попитат. Кога не те посетихме? Иисус Христос отвечает на этот вопрос. Иисус Христос отговаря на този вопрос. Что если не посетили одного из малых Моих. Ако не сте пустили един от тези Моите малки. То не посетили и меня. То не сте пустили и мен. И наоборот другим скажет. И обратно на другище каже. Придите ко Мне. И лати при мен. Потому что Вы посетили, Вы дали, благословили, одели. Защото Вы пустихте, дадохте, благословихте. И люди спросят. И хората ще попитат. Кога? Когда мы это делали? Кога? Кога го направихме? И Он ответит, что когда Вы сделали это одному из малых Моих. То сделали и мне. То еще отговори. Кога то го направихте на един от тези Малките. То Вы го направихте на меня. Говорил так Иисус Христос? Казываешь ли такого Иисус? И Вы знаете, вот на самом деле. Знаете ли, всъщност. Мы сегодня живем в таком время. Не живем в таком время. Мы живем уже конкретно в лаудикийский период. Не живем в лаудикийский период. Когда церковь будет кищиться. Будет гордиться. Когато церквата ще се гордее. Именно гордиться своими делами. Точно со своите делами. Я богата, разбогатела, ни в чем не имею на себя. Я с тобой. Я богат, забогатях и от нищо не се нуждаю. Но Бог отвечает, что ты на самом деле какая-то, что ты и слепая, и ногая. Если бы ты была горячая или холодная, но так как ты теплая, то я извергну тебя из уст моих. И вы знаете, вот Иисус Христос чуть-чуть ниже говорит, все стою и удвинулись. Знаете ли, Иисус Христос по-долу казва, ето стоя пред вратата и чукам, който отвори, вратата, к тому войду, и вечерю любви сотворю. И ще вечерям с Него. И ето трябва по-не да станем и да отворим вратата на Иисус Христос. И самый тяжелый грех будет в последнее время. И най-тежкият грех на последнее время ще бъде. Это полное, тотальное равнодушие. Полното, тотално равнодушие. И это, к сожалению, войдет и в церковь. И за сожалению, това ще влезе в церквата. И сегодня я думаю, что именно, ну так, это мое мнение. И днес, я си мисля, това и мое мнение. Верующие по Писанию делятся на плотских и духовных. Че верующие според Писанието се делят на плотские и духовные. Плотские кто такие? Кои са плотските? Плотские, которые живут по плоти. Тези, кои-то живеют по плоти. И противятся духу. И се противят на духа. И исполняют вожделение своей плоти. И исполняют вожделение-то, желание-то на свой-то плот. И речь идет о духовных людях. Речь идет о верующих. За духовных.